Новогодняя елка у юнормейцев проходит в нетрадиционном формате. Здесь не Снегурочки или Деда Мороза, вместо них герои специальной военной операции. Поблагодарить юнормейцев за их неоказанную помощь, потому что все равно они помогают в сборе гуманитарной помощи. Очень приятно, что с дома привозят письма гуманитарной помощи. Это морально поддерживает личный состав, находящийся сейчас на специальной военной операции. Особо активных участников военно-патриотического движения выделили отдельно. Их отметили благодарственными письмами, медалями и значками. Например, ученик 9 класса Виктор Казанцев мечтает стать летчиком гражданской авиации. И он уже показал себя отличным руководителем, шествуя над почетным караулом 19-й школы. Очень приятно, большая гордость для меня. Горжусь собой, можно так сказать. На сентябре месяце я совсем недавно стал начальником почетного караула. Мы стояли успешно, я считаю, вахту памяти. Участвовали во многих мероприятиях, соревнованиях. Поначалу было тяжело, но со временем ты уже понимаешь, что это твое. В принципе, я занимаюсь сейчас любимым делом, и мне это очень нравится. Поэтому вся работа с караулами дается легко. Активист сборзенского района Константин Калабов пошел в юнормейцы неспроста. Его цель – стать профессиональным военным. Конечно, юнормия многого дала мне упорства, достижение многих целей, как в спорте, так и в юнормии, очень сильно развивается. А ты в будущем планируешь как-то связать свою жизнь с армией? Да, конечно, я сейчас учусь в 11-м классе, и я буду поступать в военные, на академию Бузюнова. Ну, родители, конечно, переживают, но ничего не сделаешь. Я уже хочу этого самого 9-го класса, так что я готов конкретно к этому. В целом, движение за этот год получило сильное развитие. Теперь юнормейцев в Забайкалье насчитывается целых 14,5 тысяч. Итог очень большой. За этот год сделано очень много. Мы выстроили заново систему работы. Мы провели новые мероприятия, которые до этого не проводили. Это сборы, слеты, семинары обучения. Мы впервые провели региональный этап Всероссийской игры «Победа», который мы закрепили и будем проводить теперь каждый год.